Капитальный ремонт домов – один из насущных, а порой и болезненных вопросов для горожан. К такой работе специалисты ЖРУ подходят основательно. Капитальной модернизации чаще всего подлежат дома, чей стаж превышает 40 лет. Определенный износ имеет, как правило, сразу несколько элементов. Именно поэтому перечень работ может разниться в зависимости от состояния дома. В текущем году запланировано 28 жилых домов, которые планируется капитально отремонтировать. В настоящее время 13 жилых домов уже введены в эксплуатацию после проведения работ. На 15 остальных объектах у нас в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы. До конца текущего года данные строительно-монтажные работы планируется завершить в полном объеме. Основанием становится техническое состояние данных жилых домов. На основании весенних и осенних осмотров, которые проводят эксплуатационные службы, мы составляем акты и принимаем решение о необходимости проведения капитального ремонта, либо текущего. Исходя из финансирования, которое отчисляет население и выделяет городской бюджет на данные цели, мы формируем тот объем жилых домов, который можем сделать и отремонтировать в течение одного календарного года. Сейчас по Бресту в активной разработке больше десятка адресов. Свой обновленный вид они должны получить до конца 2021-го. Капитальный ремонт домов – это реновация, которая затрагивает не только реконструкцию внешнего оформления. Это комплексное мероприятие. Например, по улице Орджоникидзе 21 в активной фазе работа над крышей и фасадом. Дом достаточно старый, поэтому строителям приходится особенно щепетильно подходить к определенным видам работ. Капитальный ремонт в эти дни проходит не только в центральной части города, но и в других микрорайонах. Так, например, в микрорайоне Южном. Улица Жукова – дома номер 17 и 19. Сейчас здесь строители заняты обустройством балконов. Достаточно большой объем работы нужно выполнить в сжатые сроки. Дома на Жуково сейчас в активной стадии ремонта. Со временем территория бывшего военного городка должна стать равноценно облагороженной, ведь старая застройка соседствует здесь с новоделами. Строители активно трудятся в эти дни. Многие работы нужно завершить, пока позволяют погодные условия. Что же касается в целом проведения капитальных ремонтов, то они будут продолжены согласно графику. Планы по реновации на следующий год будут озвучены в январе 2022-го.